В первых лагерях это делается для того, что для общего развития, чтобы мы развивались, развивали свою ЗИДО, оттачивали свою технику. Для этого, для техники, нужно развивать себя не так, чтобы сковываться за себе, не им, чтобы, бывает, что полностью напрягаются и ничего не делают. Сами делают другие, свободно, можно падать, вставать, но то, что у тебя в голове было выдумки, какой-то бросок, чтобы сделать, вот это, чтобы ты смог произвести, сделать комбинацию, поймать разнообразие, которое у тебя не получается, технику, броски, вот это, чтобы ты мог отточить. Тренировка, мне кажется, такой сильной стратегии не нужна, там, от соперника, какой соперник, вот, его, чтобы вычислить, чтобы узнать, прочувствовать его борьбу от соперника, от твоего партнера зависит. И стараешься с ним развиваться в этом направлении, какая у него борьба с этим, соперник какой, в этом направлении нужно развиваться, потому что каждый рандболит разный соперник, и со всеми одинаковыми ты не будешь бороться. Я ставил задачу делать броски, делать комбинации, те, которые у меня не получаются. Я старался, более так, на обманке, обманные броски, вот на этих, чтобы поймать, вот такую, такую стратегию ставил себе. Стратегия должна быть такая вот, в первую очередь, как выиграть схватку, как довести его до победы от конца. Вот это стратегия самая важная. И там уже зависит от соперника, ты используешь такую стратегию, если ты выигрываешь, ты стараешься до конца довести схватку, не рискуя. Активно, активно, вот защиту используя, побольше партера сбивает, там до конца довести схватку, вот это очень самое важное. Многие не могут довести его на последнюю минуту, на последнюю секунду, бывает проигрывают. Вот это пресс не выдерживает, вот это самое главное, довести до конца схватку, самое главное выиграть. Потом второй вопрос, как ты выиграл его, там, партер, стойка, щитов, там, мазари, как, вот это. Надо уметь выигрывать, на конца довести схватку. Это уже совсем другая стратегия, если проиграешь схватку, то тебе уже терять нечет, ты можешь рисковать, можешь позволить тебе рискованные броски, там, даже заходить, пойти, бросать. От того, что ты, там, проиграл и помнили, в азаре, проиграл, еще как-то проиграл, там, минимально, там, никакой значения нет, ты все равно проигрываешь схватку. Поэтому нужно рисковать. Если ты рискуешь, то можешь выиграть. А так ты, там, будешь осторожно, ничего не получается. Ну, вот это нужно уметь использовать плюсы и минусы, то высокие, то низкие. Вот с каждым партером, с кем борешься, используют его слабости. Вот это самое главное. Насчет найти их слабости, использовать в этом направлении. У высоких есть свои слабости, свои плюсы есть, минусы есть. У маленьких просто, там, физически сильных. У них тоже, там, физически сильные. Некоторые быстрые, там, резкие двигаются, там. У всех есть свои плюсы и минусы. Вот найти его минусы в этом направлении, поймать сопотник, вот это самое главное. Это через тренировки проводят, и через лагеря, и на тренировках, конечно, ты должен оттачивать у себя дома, на тренировках. Ты постоянно должен думать, вот этот соперник, если завтра стоит, как я с ним буду. Над этим надо работать, на коврилу, на тренировках нужно. А на тренинг-капу надо оттачивать его, уже пробовать. Постоянно надо работать и двигаться в этом направлении. Если не будешь каждый день работать над этим, ты не сможешь национально использовать его. Сколько будет показать, все равно невозможно, не прочувствуешь. Сюда самое главное – это захваты. Потому что без захваты, ты не встойки, не враты, ничего не сможешь. Ну, самое главное – это захваты. Взять свой захват, отключить сопернику в руки, или его блокировать как-то. Оттуда уже свою атаку. Тактические рамы – это вот эта работа. Вот это надо налать. Вот это самое главное. Без захватов вообще ничего невозможно. Ни стойки, ни парки. Это самое главное. Это как в школе тоже, как говорили, физика. От физики тоже. Ты стоишь на одном месте, ты хорошо себя чувствуешь. А если ты начинаешь двигать его, шаг делаешь еще, на одной ноге стоишь, ты чувствуешь себя неуверенно. Вот то же самое. Если ты хочешь бросить спортсмена, надо его движение поймать, подвигать вперед-дазад, рассаскать движение, надо его поймать. На одной ноге стоит, он сильно уверенно чувствуется себя. Надо его раскачать. В тот момент, когда у него опора, движение, когда он становится, когда он неуверенно чувствуется, на одной ноге равновесие потериал, в этот момент, если поймать, это самый лучший момент. Мне кажется, конечно, лучше, если самому заходить, самому бросать, это лучше. В отратайке это рискованно. Да, если в свою коронку отточенный бросок заходит, оттуда контрить очень трудно. Уходить тоже в контрить очень трудно. Лучше самому заходить бросать, это у тебя больше шансов бросить его. И самому не упасть. Ну, приемы у каждого, свой прием бывает. А у кого-то удержания, удержающие, болевые. Самое главное, если даже у тебя не получается, примерно, там, в бартере, там, болевое удержание, удержающие, ты тактически грамотно, ты сладко как-то выигрываешь. Ты можешь довести его до конца. Один, два раза, три раза сбил его, ты полминуты, минуту уже время можешь выиграть. А это время, ты стойки, очень рискованно. В любой момент, шиидо, бросок, ты можешь упасть. А так ты можешь довести сладко до конца, свободно, везде какого риска.